В 80 лет село Русский Брод Верховского района не слышало звон колоколов. Здесь почти 100 лет не стоял храм, и селянам приходилось ездить в Ливны, что в 30 километрах, чтобы помолиться, поставить свечку или отстоять службу. Но теперь в стенах храма иконы Спасания Рукотворного зазвучали молитвы. И хотя внутри храма стены пока белые, для жителей села Русский Брод это не помеха. Селяне собрались, чтобы стать свидетелями грядущего открытия, предвестником которого стало то, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий осветил иконостас. Я уже вообще думала, не доживу, но кто-то нашел все-таки. Какие-то люди нашли, чтобы нам достроили все. Великолепный храм, долгожданный в нашем селе, поэтому ждали люди. Пришли, видите, сколько народу, все радуются, все довольны. На наше село пришло просто Божья благодать. Это теперь сердце нашего села. Мы очень рады. И чтобы взрастить такое сердце, потребовалось 15 лет. Каждый кирпич, каждый купол и каждый крест, что сейчас красуется в храме, труд односельчан. Храм построен исключительно на деньги селян и спонсоров. Спонсоры – это все выходцы с нашего села, учащиеся нашей школы, когда-то бывшие учащиеся нашей школы, которые приняли участие в благостроительстве. И хотя храм иконы Спаса Нерукотворного уже открыт для посещения, в нем все еще много работы. Внутреннее убранство, благоустройство территории и организационные моменты. В планах его открыть 29 августа в честь праздника Спаса Нерукотворного. Работы завершатся великим освящением храма. Андрей Погосян, Сергей Сергеев, Валентин Худокоров и Илья Афонечкин. Телеканал Первый областной.